Так, друзья, всем доброе утро. Москва, 28 февраля 2022 года, 10.05. Налоговые экономические новости с Ларисой Гарамовой. Итак, Банк России объявил меры поддержки банков. Центральный банк рекомендует банкам не назначать пении и штрафы по кредитам на фоне санкций. Центральный банк разрешает банкам не ухудшать оценку положения заемщика при формировании резервов под потери. Срок действия до 31 декабря 2022 года. Условия, если ухудшение финансового положения заемщика произошло после 18 февраля 2022 года и обусловлено действием санкций. То есть это не для всех. Только если ухудшение заемщика, ситуации заемщика финансовой связано именно с этой ситуацией. Новость номер 2. ЕС может ввести санкции против богатейших людей России и СМИ. Опять же, может, это еще не случилось. В этом списке находятся лишь Русманов, Михаил Фридманов, Алексей Мордашов и Дмитрий Песков. Новость номер 3. В Государственной Думе совместно с правительством готовят пакет мер по поддержке граждан и бизнеса в условиях санкций. Об этом сообщил председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он подчеркнул, что пакет мер будет представлен в кратчайшие сроки. Ожидаем мер поддержки. Центральный банк тоже трудится, обещает непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях, что обеспечит бесперебойную работу банкоматов и отделений банков. Банковские карты всех банков, включая те, которые попали в санкционный список, продолжают стабильно работать на территории России. Российская банковская система стабильно, имея достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования. В любой ситуации отделений банков и банкоматов все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени, сказал Андрей Макаров, председатель комитета по бюджету и налогам. Российский аналог SWIFT – это ликбез. Это система передачи финансовых сообщений банка. Российский аналог – это система передачи финансовых сообщений Банка России. Если Россию отключили от SWIFT, и сейчас речь идет о том, что это только несколько банков, то это не значит, что нельзя делать переводы. Просто они будут идти дольше и стоить дороже. В некоторых моментах это может оказаться даже нецелесообразно вообще в принципе делать эти переводы. Как итог задержки поставок и рост цен. Еще раз убеждаюсь, что самая плохая цифра в бизнесе – это цифра один. Почему? Рассказываю. Если у вас один поставщик, если у вас один сотрудник, роль которого с функцией срослась и имя у него есть, конкретно у этой функции, которую он выполняет, значит, у вас в бизнесе большие проблемы. Мы про это говорим уже, наверное, последние лет пять, что нужно диверсифицировать свою деятельность. И то, что я сейчас говорю, это не из темы, что поздно пить боржоми, это из темы, что если прямо сейчас вы начнете что-то изменять в своем бизнесе, и далее изменится структура вообще всего. Вы станете более устойчивые, более стабильные, более предсказуемые. Но сейчас, конечно же, нужно действовать, еще раз повторюсь, быстро, потому что нужно изменять свою бизнес-модель. Дослушайте наш выпуск до конца, и вы узнаете, почему. Сейчас нужно успокоить вашу команду, рассказать, что все хорошо, наше предприятие работает, и дальше будет продолжать работать. Просто владельцам и собственникам сейчас нужно предпринимать определенные шаги для того, чтобы минимизировать влияние вот этих всех мировых тенденций на свою компанию и на свой бизнес. Вы видите, ожидая мер поддержки, надеемся, что, конечно же, они будут какие-то адекватные и релевантные текущей ситуации. Закрепление в законодательстве понятия платформенная занятость, это тоже, кстати, из темы Ликбез, потребует оценки мирового опыта. Это закон, напомню, здесь у нас закон о занятости населения в Российской Федерации, как сейчас компания продолжает работать с физиками. Классика жанра по трудовому договору, по совместительству, оно может быть внутреннее или внешнее, по трудовому договору, если он срочный, не забывайте про это, да, то есть можно трудовые договоры заключать только на год, а дальше пролонгировать их. Далее, по трудовому договору, если это сдельная оплата труда, то есть когда вы начинаете разбираться со своей системой начисления и оплаты труда ваших сотрудников, то есть, например, если возможно ли, нужно смотреть ваше штатное расписание, возможно ли перевести часть людей, работа которых связана с количеством транзакций, которые они делают, и, соответственно, их оплата труда, может ли она быть привязана к результатам по сдельной оплате труда. Далее, договор подряда, гражданско-правовой. Это если, например, к вам пришел там маляр подкрасить стены, то есть делал что-то разово с использованием своих или ваших материалов и ушел. Далее, самозанятый. Далее, ИП, но это уже юридическое лицо. Может быть, один человек в штате. Либо это ООО, что уже совершенно точно тоже юридическое лицо. Тоже может быть только один человек в штате. Как сейчас на самом деле работают компании с физиками? В основном, конечно же, фриланс. То есть помимо вот этих классических схем, трудовой договор на окладе, либо на совместительстве. Хорошо, если сдельная оплата труда у вас тоже присутствует. Самозанятые сейчас широко распространенная форма занятости. Самозанятости с ИП работают. Если вы работаете с ООО, соответственно, это уже B2B-сектор. То есть это уже другая немножко история. То есть если вы работаете с физиками, вот жизнь, в чем заключается жизнь? Что компании просто платят наличными. Хорошо, если есть хоть какой-то договор подряда, желательно. При этом физики-работники никак не защищены со стороны государства. Никто им занятость и постоянный доход не гарантирует. Гарантии компенсации тоже нет. То есть если заболел, это твои проблемы. Одна из инициатив хотят обязать платформы, к которым эти физики прикреплены, которые обеспечивают им, соответственно, гарантию, хоть какую-то гарантию занятости, обязать, соответственно, давать им какие-то гарантии компенсации, социальные выплаты производить, минимальные. Вот в чем, собственно, дело. То есть это то, что касается платформенной занятости. Далее. Новость без комментариев. Правительство одобрило создание особой экономической зоны в Курской области. Здесь будут созданы условия для реализации инвестиционных проектов в области металлургии, машиностроения, химии и других сферах. Даже комментировать не буду, все понятно. Миру мир. Всем хорошего дня. Держитесь, ребята. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова